Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Астана, в студии Анара Сюмбаева. В начале выпуска коротко о главном. Зловонное соседство. Жители многоэтажного дома в Павлодаре жалуются на запах, исходящий из одной из квартир. Спасатели по месту вызова применили специальный инструмент, вскрыли квартиру. Что обнаружили в квартире спасатели? Нерациональное водопользование. В Уральске некоторые автомойки моют автомобили питьевой водой. Батасу Арнасе при выдаче определенных разрешений эти условия не указал и дал разрешение для работы автомойкам. Как объясняют выдачу соответствующего разрешения представители горводоканала? Необычное увлечение. Жильзак Тау коллекционирует древних обитателей морских глубин. Все самые лучшие и интересные находки у нас впереди, потому что это только начало. Сколько миллионов лет насчитывает самая древняя находка коллекционера? Страшная авария произошла в центре Кустаная. Момент ДТП запечатлели камеры видеонаблюдения. На них видно, как машина резко сворачивает с дороги и съезжает на тротуар, где в этот момент находились несколько пешеходов. Некоторых из них авто буквально впечатало в забор. По информации полиции, ЧП случилось накануне в седьмом часу вечера. 49-летнему водителю стало плохо за рулем. Это, как полагают стражи порядка, и стало причиной резкого маневра. Во время управления транспортным средством водителю стало плохо, после чего он наехал на тротуар, где находились пешеходы. Пешеходы и водитель были госпитализированы в городской транспорт. По словам медиков, в Кустанайскую городскую больницу были доставлены три человека. У двоих из них небольшие ушибы и ссадины. После оказания помощи они отпущены домой. 24-летняя девушка госпитализирована в травматологическое отделение с размноженной раной и открытыми переломами костей стопы. В октябре огласили приговор по делу о ДТП, унесшем жизни целой семьи. Напомню, трагедия произошла в конце лета на трассе Самара-Шимкент, примерно в 70 километрах от областного центра. Семья из шести человек ехала из Актобе в село Уилл. В какой-то момент легковое авто вылетело на встречную полосу и столкнулось с фурой. Как выяснилось, у легковушки лопнуло колесо, и водитель не смог справиться с управлением. К слову, он единственный, кто выжил в жуткой аварии. Его родители и трое несовершеннолетних племянников погибли на месте. А в отношении 28-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. Сегодня на суде он выступил с последним словом. Мужчина заявил, что трагедия произошла из-за стечения обстоятельств, и он сам сожалеет о том, что не успел вовремя отреагировать и избежать столкновения. Отмечу, что прокурор запросил для него пять лет лишения свободы. Суд полностью принял доводы обвинения. Признать Кадырова Ильяса виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Местом отдувания наказания определить учреждение минимальной безопасности. Также лишить Кадырова право управления транспортным средством сроком на семь лет. На пенсионерку с синдромом Плюшкина жалуются жители одной из многоэтажек в Павлодаре. Женщина накопила в квартире сотни килограммов мусора, и изловоние от отходов доходят до верхних этажей. Из-за нее подъезд заполонили тараканы. Соседи говорят, отходы в свое жилье наносят уже не первый год. Правда, последние дни старушку никто не видел. Пришлось вызвать спасателей. Внутри всех ожидал еще более неприятный сюрприз. Репортаж Раисы Маргуновой. 84-летняя Валентина Федоровна проживает в квартире одна. Ее сына убили в феврале этого года. По словам соседей, мужчина выпивал и избивал мать. Сама же женщина уверена, что ее взрослый ребенок жив, рассказывает другим жильцам подъезда, что женился и переехал. К слову, собирательством бабушка занимается уже не первый год. Но из-за пережитого горя ее состояние ухудшилось. В день приносит по 4-5 мешков, и причем это по несколько заходов в день, она еле их тащит. У нее в квартире просто ужасные условия. До потолка мусор, тараканы, прям гнездами. У нас очень пахнет в подъезде, мухи, тараканы. Дело в том, что этот запах зловонный начал уже подниматься к нам в квартиры. Не дай бог какой-нибудь пожара, не дай бог клопы нам что делать. Полностью вообще из подъезда выселяться. Мы несколько часов расстояли возле двери пенсионерки, но нам так никто и не открыл. Соседи предполагают, что она могла уйти за новой партией мусора. К слову, в подъезде долго находиться невозможно, потому что зловонный запах уже не выветривается. Железы подъезда сказали, что не видели пенсионерку уже несколько дней. Забеспокоились и вызвали полицию. Прибывший на место участковый передал вызов спасателям. Через балкон попасть в квартиру не удалось, он захламлен. Пришлось вскрывать дверь и внутри всех ждал еще более неприятный сюрприз. Сейчас соседи уверены, если бы старушка постоянно находилась под наблюдением врачей, и такого страшного конца ей удалось бы избежать. Ранее пенсионерку уже забирали в психоневрологический диспансер, но принудить к включению не могли, а сама Анна отказалась. Когда к нам доставили эту женщину, она была в поведении абсолютно спокойной, отвечала на наши вопросы, не была агрессивных или каких-то аутоагрессивных тенденций. Она объяснила, что я очень бережливая, и эти вещи мне нужны, возможно, в будущем будут. Такие люди подлежат оформлению в медико-социальные учреждения стационарного типа. Ну, дом престарелых, я думаю. Психиатрическая больница в данном случае была и не показана. Сколько пролежало тело женщины в квартире, будут выяснять судмедэксперты. Жилье наверняка обечатают. Единственный наследник пенсионерки – 14-летний подросток, который живет в специнтернате. Раиса Маргнова, Арман Якубов, Астана Таймс, Павлодар. В Ливане эксперты бьют тревогу. На фоне ракетных ударов Израиля здесь опасаются наступления продовольственного кризиса. В Бейруте насчитывается уже более миллиона беженцев из пригородов столицы и других районов. Ливанские власти говорят, что могут обеспечить продуктами питание только 80% беженцев. Между тем, эскалация на Ближнем Востоке с каждым днем набирает обороты. Подробнее расскажут мои коллеги. Один из местных супермаркетов Бейрута. Дефицита пока нет. Но покупателей немного. Всех отпугивает цена. С тех пор, как Израиль начал наносить удары по Ливану, в стране началась инфляция, которая уже превысила 40% отметку. Для многих семей товары первой необходимости стали недоступны. Мой отец потерял работу. Финансовое положение моей семьи плохое. Раньше все было лучше, потому что цены были разумными. Теперь все подорожало вдвое. Раньше я работал по 9 часов в день, но теперь мне приходится работать по 12 часов, чтобы обеспечить потребности моей семьи. Это изматывает. Помимо этого, началась стагнация. Непрекращающиеся авиаудары вынудили фермеров покинуть свои земли, оставив поля необработанными, а урожай неубранным. Это еще больше усугубило ситуацию, говорят эксперты. Промышленный агропродовольственный сектор в Ливане является крупнейшим и наиболее производительным. Если этот сектор остановится, мы столкнемся с продовольственным кризисом в Ливане, поскольку 60% продовольствия в Ливане поступает из сельского хозяйства и агропродовольственного сектора. На этом фоне появляется опасение, что Ливан может повторить судьбу газы, где уже много месяцев наблюдается гуманитарный кризис. Накануне в ООН призвали прекратить использование гуманитарной помощи в качестве оружия и снять блокаду сектора газа. Мол, резолюции Совбеза обсуждению не подлежат, а значит равны для всех государств. Никаких двойных стандартов. Прежде всего, отбросить политические расчеты и принять меры для прекращения огня и восстановления мира. Газа уже является адом, и гуманитарная помощь – это надежда на выживание. Роль Бапор незаменима. Китай решительно выступает против того, чтобы Израиль очернял и подавлял агентство и серьезно обеспокоен соответствующими законопроектами КНЕСЭТа, направленными против него. Мы призываем Израиль прекратить использовать гуманитарную помощь в качестве оружия, снять блокаду газа и ограничения на гуманитарный доступ и в полной мере сотрудничать с ООН и другими гуманитарными агентствами. Уже поступают сообщения об ужасающих условиях гуманитарной зоны в южной и центральной части Газы, куда бежали более полутора миллионов гражданских. Об этом говорилось несколько месяцев назад, но ничего не было сделано. Мы призываем Израиль предпринять срочные шаги. И я повторяю, что Соединенные Штаты ожидают, что палестинским гражданским лицам будет разрешено вернуться в свои общины и восстановиться. Со своей стороны постпред Израиля заявил, что все обстоит с точностью да наоборот. По его словам, Тель-Авив не накладывает никаких ограничений на гуманитарную помощь. Фактически 82% всех запросов на гуманитарную координацию были одобрены и реализованы. Знаете ли вы, что за день Хамас угнал около 50% грузовиков? Не один или два, а целых 50%. Хамас эксплуатирует страдания своего народа, используя нищету в Газе, как инструмент, с помощью которого они набивают свои карманы и пополняют свои арсеналы. Наше видение Газы не несбыточная мечта, она достижима. Но это не может произойти, пока Хамас остается у власти. При этом эскалация на Ближнем Востоке набирает обороты. В ночь на 9 октября Израиль обстрелял Дамаск. Погибли 7 человек. Сирия пока оставила этот удар без ответа. А Хезболва, несмотря на серьезные потери, не прекращает ракетные атаки территории Израиля и ведет наземные бои. На этом фоне в Ливане справедливо опасаются продовольственного кризиса. В настоящее время более 1 миллиона 200 тысяч человек ищут убежище от израильских авиаударов. Свыше 2 тысяч погибли. Анара Сюмбаева, Аман Танатаров, Астана Таймс. Казахстан готов расширить экспорт в Туркменистан на 120 миллионов долларов по 80 товарам. Об этом заявил Касым Жумар Тукаев в ходе своего официального визита в страну. По словам президента, за последние 5 лет объем взаимной торговли увеличился почти в 4 раза. Кроме того, в Ашхабаде глава государства вместе с председателем Халк Маслахата открыл памятник великому Абаю. О том, как приняли лидера Казахстана в Туркменистане, в нашем следующем видеоматериале. Касым Жумар Тукаев прибыл в Ашхабад. Главу нашего государства в аэропорту встретил лидер туркменского народа Гурбан Глубер Мухамедов. После рапорта начальника почетного караула прозвучали гимны двух стран. На встрече ТТТ с председателем Халк Маслихаты Касым Жумар Тукаев отметил, что его официальный визит призван вывести межгосударственные связи на качественно новый уровень. Затем Касым Жумар Тукаев и Гурбан Глубер Мухамедов открыли памятник Абаю в Ашхабаде. Глава нашего государства назвал это ярким проявлением особого уважения туркменских братьев к казахскому народу. Президент также обратил внимание на обществе философии Абая и туркменского мыслителя Махтум Кули Фраги, которому в этом году установили памятник в Астане. Произведение Абая и Махтум Кули это ценное достояние всего тюркского мира. Наш общий долг сохранить его и передать последующим поколениям. Примеров преемственности в поэзии двух великих поэтов очень много. Наши народы связывают единые корни, общая история, схожий язык и культура. Уверен, памятник великому Абаю станет символом казахско-туркменской дружбы. В дворцовом комплексе Огустхан Касым Жумар Татокаева принял президент страны Сирдарбер Мухамедов. Они провели переговоры в узком формате. Президент отметил, что Казахстан был и остается надежным союзником Туркменистана под таким вопросом, как энергетика, транспорт, логистика и культурно-гуманитарные взаимодействия. А уже на расширенных переговорах глава государства заявила, что существенный прогресс в последние годы достигнут в развитии торгово-экономического сотрудничества. Так, за последние пять лет объем взаимной торговли увеличился почти в четыре раза. Казахстан готов расширить экспорт в Туркменистан на общую сумму порядка 127 миллионов долларов по 80 товарным позициям отметил президент. Важную лепту в укреплении торгово-экономических связей вносят более 150 действующих компаний с участием туркменского капитала. На стадии реализации находится ряд проектов в сфере промышленности, транспорта, логистики и других областях. Динамично развивается взаимодействие в энергетической сфере, в частности, в газовой отрасли. По итогам переговоров главы двух стран приняли декларацию об укреплении дружбы и углублении многопланового стратегического партнерства между Казахстаном и Туркменистаном. В сфере транспорта подписаны четыре документа, два меморандума и два межправительных соглашений. Что касается меморандумов, первый документ касается установления прямых авиасообщений между Казахстаном и Туркменистаном, а также второй документ предусматривает совместное развитие трансафганского коридора по территории Республики Казахстан, Туркменистан, далее в Афганистан с выходом на Пакистан, Персидский залив и Индийский океан. Затем президенты Казахстана и Туркменистана провели совместный брифинг для СМИ. Касымжимар Токаев сообщил, что страны приняли соответствующую комплексную программу до 2027 года. Особое внимание уделили сфере торговли. Благодаря совместным усилиям по итогам прошлого года товарооборот между нашими странами вырос на 28%, превысив полмиллиарда долларов. Позитивная динамика сохраняется и в этом году. Мы договорились рассмотреть возможность расширения номенклатуры поставляемых товаров и создания благоприятных условий для дальнейшего развития взаимной торговли. Перспективным видится увеличение поставок казахстанской сельхозпродукции, прежде всего пшеницы. Считаем, что двусторонний товарооборот недалекой перспективы может быть доведен до 1 миллиарда долларов. Сердарь Бирда Мухамедов на брифинге рассказал о текущих и перспективных направлениях сотрудничества и отметил конструктивный характер туркменско-казахского диалога. Особо отмечаю конструктивный и предметный характер переговоров, которые проходили в традиционной для отношений двух стран атмосфере взаимного доверия и открытости. Была дана высокая оценка нынешнему уровню двустороннего диалога, который ведется по всем направлениям в политике, экономике, культурно-гуманитарной сфере. В завершение президенты выразили удовлетворение итогами состоявшихся переговоров, направленных на дальнейшее укрепление казахско-туркменских отношений. Дирназа Секенова, Астана Таймс Сельскохозяйственная компания «Зерновой консорциум Казахстана» стала ключевым инвестором, который возобновил деятельность крупнейшего агрохолдинга страны группы компаний «Казаэкспорт Астак». В него входят 22 крупных хозяйства в Акамолинской и Североказахстанской областях, 6 элеваторов и около 5000 сотрудников. Благодаря средствам инвестора за три года агрохолдинга удалось восстановить инфраструктуру элеваторов, что позволило не только сохранить производство, но и улучшить его показатели, говорит руководство зернового консорциума Казахстана. А также напомнило, что компания ежегодно засеивается 300-350 тысяч гектаров, а в продовольственный резерв страны передаются сотни тысяч тонн сельхозпродукции. Ежегодно Казахстанской областях теперь зерновой консорциум Казахстана поставляет от 100 до 200 тысяч тонн зерна пшеницы в продзапас государства. Кроме того, есть очень много пайщиков, у нас их более 14 тысяч человек, поэтому вся эта работа проводится плановерно, постепенно. Представители одного из самых крупных предприятий зернового консорциума Казахстана компания «Зеренда Астак» уточнили, что весь урожай распределяется с учетом пропорцией 50% ячмень, 40% пшеница и 10% овес. Это позволяет пайщикам получать диверсифицированную продукцию. Мы сейчас с этим столкнулись. Теозеренда Астак выплачивает 1500 килограмм на одну долю. Чтобы пояснить, пай так называемый, я буду называть именно пайом, значит, это одна доля. В каждой семье или у каждого собственника может быть до трех, до четырех пай. То есть 1500 килограмм сейчас, это как бы цифра может и не звучит, но фактически каждый владелец этой условной ячменной доли может получить 6-7. А есть люди, которые обладают 15 долями, то есть вы умножите, фактически это 22-23 тонны за один раз. У нас в пропорции мы сделали 50% это фуражный ячмень, 40% это неквасная пшеница, 10% это овес. Чистой питьевой водой моют машины автомойки в Уральске. Данный факт выявили местные прокуроры. И как выяснилось, разрешение моечным сервисам дали в Батасу Арнаса. В надзорном органе считают, что в период тотального дефицита это привело к нерациональному использованию живительной влаги. И собираются найти и наказать виновных. Татьяна Рудометова продолжит тему. В Уральске и Оксае некоторые автомойки моют автомобили питьевой водой. По закону же они должны использовать техническую воду, говорят прокуроры. Тем более, что в среднем расход воды на мытье одной машины на мойке самообслуживания составляет около 200 литров. К тому же количество автомобилей ежегодно растет примерно на 18%. Есть определенные условия национальной экономики. Но Батасу Арнасе при выдаче определенных разрешений эти условия не указал и дал разрешение для работы автомойкам. Из-за этого, считаем, началось нерациональное использование воды. Мы предложили ЖАИК Каспийской инспекции, чтобы привлекли виновных к ответственности, чтобы в будущем такого не было. На предприятии Батасу Арнасы большой проблемы в этом не видят. Они уверены, что вопрос в ближайшее время решится. Если брать в общем объеме потребления, мы в город, на Уральск, в год подаем в среднем где-то около 16 миллионов кубов воды. Автомойки в разрезе всех потребителей берут всего порядка 30-35 тысяч кубов в год. То есть это даже 1% не составляет от общего объема потребления. Сейчас мы ведем работу, выдаем предписание, чтобы все это привести в соответствии с действующим законодательством. Всего в Уральске 56 автомоек. Те, которые пользуются пищевой водой, были построены с 2010 по 2020 год. И с 2021 года по закону должны бурить скважины или ставить оборудование. 12 городских автомоек подключены к центральной системе водоснабжения. И теперь им придется покупать оборудование для очистки воды, которое стоит примерно 15-20 миллионов тенге. Окупаемость таких инвестиций составит примерно 6-7 лет. Отключиться от центрального водоснабжения несложно, говорят предприниматели. И стоимость бурения скважины вполне рентабельна. Сейчас в Уральске многие предприниматели намерены бурить подземную скважину или искать другие источники. Времена, когда вода бесконтрольно текла из крана, прошли. В некоторых городах страны уже ощущается дефицит живительной влаги. Татьяна Рудаметова, Алтынбек Кабдилов, Астана Таймс из Уральска. Казахстан готовится к переговорам с Францией, КНР, Южной Кореей и Россией по строительству атомной электростанции. Об этом сообщили на международной конференции в Астане, приуроченной 30-летию вступления Казахстана в МАГАТЭ. В ней приняли участие государственные и общественные деятельности страны, а также представители международных организаций. Спикеры обсудили историческую значимость развития мирового антиядерного движения и атомной промышленности. Переговоры по строительству АЭС скоро начнутся, отметили в профильном ведомстве. Постепенно начнем вести переговоры с нашими вендорами, четырьмя поставщиками. Это как до этого, насколько вы знаете, это французская EDF, китайская CNNC, южнокорейская Кенчимпи и российская компания Росатом. Да, ну конечно, как много было отмечено уже и не исключается рассмотрение проекта консорциума. Приблизительно к 2035 году мы уже планируем видеть два реактора, введенных в флопотацию. Ежегодно мы по 100 специалистов, наших действующих специалистов, мы по технической кооперации с МАГАТЭ, мы повышаем квалификацию. Около сотни жителей Алматы обратились в мобильную общественную приемную партию «Аманат». Вопросы, с которыми приходили алматинцы, были самые разные, от юридических проблем до коммунальных. Многие обращения партийцы постарались решить на месте. Некоторые, по их словам, потребуют обсуждения с госорганами. В любом случае, ни одно из заявлений людей не осталось без внимания. Наргиза Токижанва расскажет подробнее. 76-летний пенсионер Жумаха Жекасенов уже 10 лет обращается за помощью в общественную приемную. В этот раз он пришел с просьбой решить вопрос с предоставлением лекарств и выдачей профилактической путевки. Я должен был получить, значит, путевку профилактическую в госпиталь инвалидов отечественной войны по Каблуково. Раньше стоял в учете, но в 22-м году я в связи с своим состоянием здоровья обратился им. Они сказали, 23-го года поставили на учет. В августе прихожу, 23-го года. Они мне говорят, нет, мы вас на 24-й год поставили. Сейчас август 24-го года ушел уже. Они ничего не принимают. На прием пришли не только жители Труксибского района, но и других районов города. К примеру, Гульжазира Конебекова поделилась проблемами многодетных матерей. Возглавляя общественный фонд «Анатлига Бала Жюрега», в котором состоят свыше 2000 мамочек, Гульжазира отметила, что проблема жилья для этой категории стоит особенно остро. Большинство матерей живут на съемных квартирах. Очень тяжело в такой ситуации, особенно если зарплата составляет 80-100 тысяч в месяц. Они не могут позволить себе приобрести даже однокомнатную квартиру. На самом деле проблем очень много. Где-то мы помогаем и решаем их сами, а где-то вот так приходим и уже на другом уровне ищем оптимальные пути решения. Больше всего обращение было по вопросам КСК, социально-инженерной инфраструктуры, немало вопросов и юридического характера. Которые принимаются партии «Аманат», которые входят в нашу компетенцию, мы рассматриваем сами. Если это входит в компетенцию государственных органов, то мы делаем перенаправку и контролируем решение этого вопроса. После чего даем ответ заявителю. Те обращения, которые принимает госорган, они принимают сразу и соответствующие сроки предоставляют ответ заявителю. Естественно, все вопросы мы, как партия «Аманат», даем на контроль и стараемся максимально в рамках законодательства решить. Около ста жителей поспешили поделиться своими проблемами. Большинство из них заранее записались на прием. Представители разных структур помогали найти решения для поднятых вопросов. Порядка 20 государственных органов принимали заявления и консультировали людей. Добавлю, такие выездные встречи мобильной общественной приемной проводятся регулярно. Когда люди вовремя не обращаются с проблемами, эти проблемы как снежный ком накапливаются и потом мешают жить людям. И с 2022 года мы выезжаем в различные отдаленные районы. Это по всей стране мы ездим. И мы хотим, чтобы для их комфорта вопросы решались проще. Чтобы им не нужно было ехать, мы выезжаем. В том числе сегодня мы приехали с такой целью – помочь людям не накапливать проблемы, а решать их по мере возникновения. Некоторые вопросы были рассмотрены на месте, в то время как другие потребовали письменного заявления для дальнейшего решения на местном и республиканском уровнях. Партия «Аманат» провела в Туркестане инклюзивный спортивный фестиваль «Равные возможности для детей». Праздник прошел на стадионе «Туркестан-арена» по инициативе женского крыла областного филиала. Спорт и активный образ жизни помогут ребятам поверить в свои возможности и построить новое будущее, уверены организаторы. В фестивале приняли участие более 100 детей, и все они показали хорошие результаты и стремление к развитию физической культуры. Как неоднократно отмечал президент Касым Жумартукаев, в Казахстане должно быть создано справедливое государство с равными возможностями для всех. Эта инициатива также легла к предвыборную платформу партии «Аманат». Для ребят день прошел с позитивными эмоциями и в общении. Они с удовольствием приняли участие во всех соревнованиях. Президент Касым Жумартукаев поручил создать условия для всех детей, создать равное общество для людей с особыми потребностями. В этой связи во всех районах проходит эстафета, спортивный фестиваль. В каждой команде по трое детей, один из которых с особыми потребностями. Они участвуют в разных соревнованиях, в том числе в легкой атлетике. Собрали всех желающих, проводим фестиваль при поддержке партии «Аманат». Он станет традиционным. Площадь защитников Отечества в Астане очистили от мусора члены партии «Аманат». Уборка была проведена в рамках экологической акции «Таза Ви Симбе». В ней приняли участие более 40 аманатовцев. Среди них работники фракции, члены первичных партийных организаций, активисты молодежного крыложа «Старуха». Теплая погода сыграла на руку собравшимся, которые оперативно очистили парковую зону от различного бытового мусора и опавших листьев. Это уже 20-я по счету подобная акция, проводимая в разных окрестностях столицы. Отметили партийцы. Эта акция у нас инициирована для того, чтобы для жителей города Астаны привить культуру, привить культуру чистоты как в парках, так и в городе. Астанецкий городской филиал партии «Аманат» провел более 20 таких акций по всему городу. То есть это были как парки, это были как стихийные свалки за городом, это были промышленные зоны. По традиции каждый четверг мы выезжаем на субботники для очистки городских улиц, парков, дворовых территорий, а также несанкционированных свалок. Кроме того, нами была проделана большая работа по очистке трассы «Астана-Алмата» в рамках эстафеты «Роу». Там было убрано порядка 2000 тонн мусора. Скелет водной рептилии мечтает найти жительница Ахтау. У Евгения Лукьянченко не совсем обычное хобби. Она коллекционирует древних обитателей морских глубин. Причем девушка по профессии не палеонтолог, а парикмахер для животных. Но свободное от работы время исследуют магисталские степи, где когда-то, согласно исследованиям, был океан. Среди ее находок уже немало музейных экспонатов, которым не один миллион лет. С необычным коллекционером встретилась Светлана Салтангиреева. Вот так выглядит тот самый первый в мире водный жук, появившийся в мировом океане Тетис. И это не самая главная гордость палеонтолога-любителей Евгении Лукьянченко. О каждой своей находке она говорит с блеском в глазах. К примеру, зубами акулы в регионе удивить можно было еще лет 7-8 назад. А вот полутораметровым скелетом кита Цитатория похвастаться можно без лишней скромности. К слову, он был ее мечтой до его обнаружения. Теперь очередь за следующими. Я думаю, что у нас Мангистау, именно нами, изучены, наверное, на 10% только еще. Думаю, что все самые лучшие, интересные находки у нас впереди, потому что это только начало. Я хочу найти какого-нибудь водную рептилию, ихтиазавра, презиазавра. Ну, целого. Не один одиночный позвонок, а целую особь. Ну, хотя бы там без головы. Ну, с головой это вообще прям мечта, да. Ну, хотя бы там весь позвоночный столб с какой-нибудь парой ласт найти какую-нибудь водную рептилию. Евгения Грумер или парикмахер для животных в будние дни, а в выходные исследуют Мангистауские степи. В свободные вечера студируют различную литературу о геологии и палеонтологии. Девушка признается, что увлеклась этой наукой пару лет назад, когда встретилась с товарищами по интересам. Они-то изъявили ее в мир морских обитателей, живших в мировом океане Тетис сотни миллионов лет назад. Правда, сейчас, как призналась Евгения, в стране к данной науке особого интереса нет. Раньше, когда в советское время велись активные геологоразведки, да, тогда, опять же, я уже повторюсь, что ходит рядом геология-палеонтология, все это как бы развивалось, искали. Даже в Алмате, в музее, там палеонтологическая коллекция, очень шикарная палеонтологическая коллекция, но все с 80-х годов. То есть, кем найдено год 80-е, там, ну, 80-е, там, вроде 90-е что-то есть. Ну, то есть, тех времен, все, новых находок практически нет. То есть, никто сейчас этим не занимается. Самая молодая находка в коллекции Евгении – скелет Китай. Ему от 23 до 28 миллионов лет. Самое возрастное – это растения, отражения юрского папоротника и живых аммонита, обитавшие 145 миллионов лет назад мелового периода. Пока любимая коллекция занимает стену офиса, но через несколько лет Евгения мечтает иметь небольшое помещение, где такие же любители смогут погрузиться в мир древних обитателей. Стан Снегире, Фархад Шаткам, Астана Таймс, Актау. Это были все новости на сегодня. Я с вами на этом прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok